Здравствуйте! В одной из прошлых программ я показал выступление Юлия Шевчука, посвященное Майдану. Он говорил, что на Майдане стоят его друзья, они никакие не фашисты, что это дезинформация. Нашлись и те, кто моментально заявил, что рок-музыкант выжил из ума, допился и так далее. Я вспоминаю июль 2008 года, когда Одесса, как и многие другие города, праздновала Крещение Руси. Вечером на Соборке прошел рок-концерт бесплатный. На нем сперва выступил Диакон Кураю с проповедью о рок-музыке, потом братья Карамазовы, Георгий Дилиев с рок-группой и ДДТ. Такой себе православно-роковый десант. Власть в этом концерте, по-видимому, смотрела какую-то пропаганду, какую-то опасность, потому как милиция хватала молодежь на подступах к Соборке и сажала у РВД. Не давала пройти на концерт. А может, власть ни при чем, а граждане в форме наводить деньжат, таким образом вознамеялись, взятку требовать. Хочешь на концерт? Тогда плати. Шевчук, вот он, совсем рядом с РВД, вторую песню уже поет. Наша съемочная группа, помнится, возмутилась. Мы шли концерт снимать, а тут такое. Мы встали напротив милиции, камеру в окна направили, свет включили на камеры и стали снимать ребят, которые кричали в окна. Милиция, видимо, перепугавшись, их отпустила. Ох, как они бежали на Соборку, и мы за ними, чтобы успеть хотя бы на последнюю песню. Успели. Я тогда почувствовал, что мы что-то хорошее сделали. Почувствовал мимолетное дуновение свободы. Вот спустя годы свежий ветер Майдана. Как с песни Шевчука, который всегда был певцом свободы и не спившимся рокерам, как многие хотели бы представить. След за Шевчуком потянулись, стали высказываться и другие музыканты, актеры. Вот что говорит Михаил Жванецкий. Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам, потому что смогли позволить себе свалить взорвавшихся, хамевших, обнаглевших валюк. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор. А закомплексованное российское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие желанием стабильности. Тем, что они все там бандеровцы и фашисты и так далее. А на самом деле это просто зависть, что украинцы смогли позволить себе, не пронучали, не утерлись. А под конец, да вы все нищие там будете в этом Евросоюзе, а в таможенном союзе. Все просто. Невероятные богатеи. Завил Михаил Жванецкий. Андрея Макаревича перехватили в телефонном режиме. Спросили его о ситуации в Украине. Если раньше Макар, так его уважительно называют, предпочитал отмалчиваться. Но на этот раз он сказал следующее. По нашим главным телевизионным каналам нас пропагандировали. Что касается Крыма. Знаете, исторические события вот такого масштаба, они всегда сопровождаются массой перегибов и массой глупостей со всех сторон. Как изнутри, так и снаружи. Я убежден, что какие-то разговоры российские на тему того, что вот хорошо бы Крым навернуть, это очень опасная провокация. Очень опасная. У нас, к сожалению, в политике есть и провокаторы, и мегадеры. Потому что прежде всего не мешало бы помнить, что уже четверть века, как бы нам это ни было противно, Крым является территорией суверенного государства Украины. И что бы у них там сейчас не происходило, это прежде всего их внутреннее дело. Доктор Комаровский, да ближайший и умнейший человек. Его школу, школу Комаровского, все знают. И вот он выступает, и хотя слова кажутся отчасти даже смешными, но сквозь них проступает горечь, подкатывает ком к горлу. Ребят, самое ужасное потрясение, которое вот есть сейчас для меня, это то, что я вижу по российским каналам. Такой лжи не было никогда во всем Советском Союзе. Я, слава богу, или не слава богу, много лет жил в Советском Союзе. И мы знали, что там и тут, в телевизоре и в жизни по-разному. Но то, что происходит сейчас, это просто катастрофа, это информационный геноцид. Ребят, никто нас не убивает. Никто в моей Украине не мешает мне говорить на русском языке. Ребят, вы все, ну по крайней мере, те, кто знает, кто такой доктор Комаровский, вы видели школу доктора Комаровского? На каком языке школа доктора Комаровского? Она на русском языке. Более того, те наши мамы, которые разговаривают на украинском языке и которые приходят на съемки, они вопросы задают по-русски, чтобы нашим друзьям из России было это понятно. Два самых знаменитых ведущих ток-шоу в нашей стране – это россияне. Савик Шустер, ну полуроссиянин, скажем так, и Евгений Киселев. Они ведут политические ток-шоу в Украине на русском языке, а все вокруг говорят на украинском. И когда я слышу о том, что оказывается, новая власть приняла закон о запрете русского языка, о том, что здесь по улицам бегают бандеровцы, бандеровцы, я сам хочу на него посмотреть, на этого бандеровца, это как вот какая-то, знаете, злая ведьма, которая где-то летает, о ней все слышали, но никто не знает, что это такое. Я даже сегодня читал сравнение бандеровца с Чупакаброй. Вот они бегают, что-то едят, но кто это, где это, этого никто не видит. Актриса Ада Роговцева. Мы ее любим за фильмы Павел Кочагин, Вечный зов, Овод. И она тоже выступает, и смотреть ее выступление без слез нельзя. Господин президент Владимир Владимирович, много лет назад на собрании украинской интеллигенции в Киеве вы читали Шевченко. Мы были потрясены, как вы это делаете, с каким чувством. Я в ответном слове читала Марину Цветаеву. «Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что Орда, два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых». Голод голодных и сытость сытых – это стало проблемой, большой проблемой на Украине, правильно говорить, в Украине. И народ не захотел с этим мириться. К моему 70-летию я получила почетный и дорогой мне Орден Дружбы Народов. Наши народы дружны. Были, будут, всегда дружны. Я прошу вас от имени всех матерей, от имени всех людей Украины пощадите наш народ. Не должно быть войны. Так не должно быть. Может, эти любимые актеры, певцы тоже пьяницы? То, что они говорят, это противоядие для отравленных пропаганды людей и творческих людей, поддерживающих Украину в эти тяжелые дни все больше и больше. Мы вам обязательно о них расскажем. Прошлые несколько программ мы посвятили людям, которые стояли на Майдане. Суровому бате, который оказался по профессии не военным, как предполагалось, а мирным агрономам. Девушкам, раздающим бесхитростную еду, конфеты. Бабе Дине, таскающей на Майдан пирожки, закопченному батюшке, это священник, окромляет пасту на Майдане. Одесситам, ведущим себя на баррикадах весело и отважно. Русскому актеру, который фотографировался вместе с Путиным и потом разочаровался в своем президенте. Там на Майдане я не увидел ненависти, какой можно было ожидать после всех этих убийств. Нет, а тогда отчаяние, ярость прорываются, их с таким трудом удается сдерживать в рамках, но ненависти нет. Я увидел скорбь и ругань, а молитву. Теперь пришло время поговорить о другой стране, об Антимайдане. Пойдешь у фриков интервью возьмешь, и дело в шляпе. Мне не весело усмехаясь, сказали знакомые защитники Антимайдана. Ты готов материал. Дураками, уродами нас захочешь выставить. Действительно, если бы я преследовал исключительно такую цель, то легко бы ее осуществил. Фриков, то есть уродцев, тут легко найти. Вон обознавательный знак на топой знамя с портретом Сталина. Я пошел туда, там есть такой человек Дорошенко. Он наверняка держится за древко этого знамени и стоит непосредственно возле сцены, чтобы быть сопричастным ко всему происходящему. Поговорил бы с ним, взял бы интервью, как с членом партии Зубр. Спросил бы о антисемитизме, который распространяет эта партия. О том, что евреи убивают православных младенцев, как они пишут в статьях. Это до сих пор у них на сайте висит. Об избитой техничке в школе, где Дорошенко работал сторожем, там много чего интересного можно узнать. Но я этого не стал делать. Не стал пользоваться заведомых фриков. Конечно, много бы смешного и нелепого услышал. Можно было бы показать, что вот такие антимайдановцы, слабоумные имбецилы. Но это не было бы правдой. Кстати, на Майдане я показал всех, в том числе и чудиков, которые лезли в камеру, кричали что-то невразумительное. Для полноты картины я никого не выбрасывал. Здесь я сознательно отказываюсь от показа недалеких маргиналов из партии Сталина. Я решил показать людей такими, какими увидели их наши корреспонденты. Меня могут спросить, почему я не отправился на антимайдан, почему беру интервью не я, а другой журналист. Я, к сожалению, знаю реакцию на мою физиономию. Не будем давать интервью вашему лживому телеканалу. Один не стал, и все остальные повернулись спинами, не стали давать интервью, набычились. Стадность там очень развитая, на антимайдане. Поэтому интервью брал другой корреспондент. Там даже в российской газете «Московский комсомолец» отказались давать интервью. Пишите не то, в лёте. Вы читали? Нет, но всё равно осуждаем. Итак, поехали. После каждого интервью я буду делать свои комментарии. Первым записан Антон Давидченко. Он увещевает публику, чтобы не трогали журналистов. Я единственное прошу, не вести сейчас эти первые дни на провокации. Нас постараются спровоцировать, и в своей драке, сказать, что мы непонятно кто. Но мы здесь опираемся за наш город и за наше будущее. Из-за этого я отдельно прошу, какие бы журналистов, каких каналов не было, или не проще журналистов, они выполняют свой долг. Они должны показать. Так мы злые, что... Ну, злые, да, у меня злые. Послушайте, послушайте, я согласен с вами, что некоторые каналы показывают, что нас тысяча твечерного. Но, но... Спасибо за заботу о журналистах. Вот, кстати, статья. На сайте Думская нет. Антон Давидченко заявляет, что журналистов под стенами ОГАБ или не его подопечные. Напомним, что 19 февраля на специально снятых с рейсов автобусах из одесских санаториев, где они прохлаждались в ожидании бойни, власть подтянула тетушек, которые начали, как дуболомы, колотить всех подряд, в том числе и журналистов. То, что это областная власть, и милиция были заказчиками, и исполнителем, меня лично сомнений нет. Достаточно посмотреть на то, как автобусы медленно уехали с места происшествия. Милиция до сих пор их догнать не может. Участвовал ли в избиении моих коллег Давидченко и Борлы? Вполне может быть. То, что он оправдывался, отнекивался, так он также оправдывался от возружения российского флага на обладминистрацию. Нет, говорит, ничего такого не делал. Когда узнал, что за это срок колячится. И теперь говорит паствуя, не трогайте журналистов. Ай-яй-яй. Те стонут, ну хоть за горло дай их подержать. Нет, нельзя. Ну, что тут скажу. Спасибо, молодец. У нас тут вообще все молодцы. Когда людей побили, область полком сказал, мы тут ни при чем. автобусы кто дал, гостиницы для тетушек. Милиция сказала, мы тут ни при чем. Ни одного человека не поймал. А может потому, что своих курсантов в этих балаклавах неуместно как-то ловить. Я антимайдан. Мы тут ни при чем. То есть покричать это, пожалуйста. На деле мы белые, пушистые и кастрированные. Канады независимые покажут или опять все замолчат? Нет, покажем. Вы спрашиваете, что хотите снизить? Пожарили сегодня сюда пришли. Поддержать антифашистский митинг. Смерть Бандери и свободовцев. Одесса, русский город. Вот поэтому мы и здесь. И будем стоять. Надо будет, возьмем оружие. Но оружие мы не будем брать. Возьмем, надо будет, возьмем. И будем Бандери взвлечь на въезде в город. Только покажите это, покажите, а не вырежьте. Покажите обязательно. Стоять Одессу абсолютно верно. Но если будет надо, возьмем оружие. Если будет надо. Это просто у людей уже напряженно. Дикое напряжение. Потому что, когда рушат памятники, я не понимаю, чем им Ленин не угодил. Но когда рушат памятники, просто неизвестным воинам, Это вообще непонятно. Это какой-то переворот в истории, который неприемлем просто. Человека аж трясет. Он готов стрелять в Бандеру. Его девушка возмущена демонтажом памятников на Западной Украине. Для ненападу. Я как-то рассказывал, как в середине 90-х, когда стремительно разрушалась вся инфраструктура, и в том числе завода, январское восстание, когда он обнищал в конец. Ушлое руководство завода продало памяти к Ленину, который стоял на проходной, продало американцу. И он установил статую возле своей закусочной в Техасе и снабдил надписью «Мы победили в холодной войне». Никто тогда не возмутился. Продали, значит так надо. А теперь западанца Ленина лишают. Надо сказать, что практически весь новодел по памятникам весьма страшен. Вот включи памятник десантникам. О чудовищных анатомических и смысловых неточностях этого шедевра даже заявили члены Союза художников Украины. Об этом сказано в отчете выездного заседания Крымской организации Национального союза художников. Другое дело с памятником советскому солдату в городе Стрыль. Это не новодел. Там подъехал автокран, снял саму скульптуру советского солдата. После этого рабочие погрузили монумент на грузовик и увезли. Решение демонтировать все символы, которые каким-то образом напоминают советскую эпоху, единогласно приняли сами горожане на вчерашнем вечере, скопчил активист Владимир Лойк. Однако хочу отметить, что ни о каком вандализме и речи быть не может. Саму скульптуру аккуратно погрузили на грузовик и временно перевезли на территорию местного комбината. Позже жители примут решение, что с ней делать. Скорее всего установим на Старыйском кладбище, где есть поле военных захоронений. Между тем, жители Львовской области пишут возмущенные письма. Люди, отдумайтесь, что вы делаете? Зачем носить эти памятники? У меня прадед родился во Львовской области. Женщина пишет. В 44-м году принудительно был призван в Красную армию. Воевало погиб. Он не хотел идти на войну. Заставили, потому что позади шел заград отряд и стрелял в спину, если бы он начал бежать. Он погиб от разорвавшегося снаряда. Могилы нет. Для меня это очень болезненно. Потому что я считаю его и подобных пострадавшими от советского режима. Только за это нужно сохранять памятники. Я помню, как лет 10 назад съездил на 101-й километр. 101-й километр от Одессы. Репортаж делать. Место, куда отправляли вышедших из лагерей. А также тунеядцев, хулиганов, проституток, пьяниц, политически неблагонадежных. Да что там художников-абстракционистов туда отправляли. И там на 101-м километре была деревня. В ней памятник Ленину. Этот памятник постоянно уродовали. И обмазывали разными веществами. Такая сильная в местных неприязнь была к этому символу власти. Полуразрушенных бараков жил сильный дедушка. Сам из западной Украины. В сибирские лагеря попал как бандеровец, совсем еще ребенком. Когда вернулся, так его на поселение определили сюда. Я в Сибири был. В Сибири? И нас вывезли. Банк-предпособник. Десять лет проробил в лесу. Лес валил. Я ж был как в почете там. Вместе с женой. Скажите, а как вам сейчас живется? Можно сказать, как? И по-моему, нехорошо. У него ноги отнимались. Он не мог даже сходить получить пенсию. Никакой свободы рядом не было. А немцы, которые тоже жили в этой деревне, не стали ему помогать. Помятуя о том, что он бандеровец. Такой вот пучок и расплетение человеческих взаимоотношений. Сейчас на митинге так легко прорать. Всех перестреляю. Дайте автомат. Разобраться чуть-чуть. Нет. Теперь о самом Бандере. То, что говорят, да тут нет никаких бандеровцев. Где вы их видели? Давайте без лукавства или без наивной близорукости. На майдане в здании Киевской городской администрации портрет Бандеры имел место быть. Но правильно говорил Борис Федорович Дельвянко. Есть проклятые темы, которые можно поднимать только лет через 30-40, чтобы не вызвать боль в заживших ранах. После войны, говорил он, направила партия в Западную Украину. Солдата, прошедшего всю войну, раненого. Председателем колхоза. Только он пришел, 14-летний мальчишка, бандеровец, его застрелил. Мальчишку в лагеря. Больная тема, чтобы ее обсуждать. Неготовое общество. Необходимо понимание того, что каждый народ имеет своих героев. Определяет их сам, независимо от настроений соседей. Сыграв вполне положительную или преимущественно положительную роль отечественной истории, деятель политики, вооруженных сил в экономике, религии может сыграть роль прямо противоположную в историю других стран. Пройдя смерчи в базе Европы, как Чумастов, пугалом для многих народов, Чингисан, он же Тимучин, все равно останется для монголов национальным героем, создавшим империю. Испанцы гордятся своими конкистадорами, рыцарями, авантюристами, завоевавшими новый свет. А вот индийские народы Америки воспринимают их совсем по-другому. Отношение поляков к Суборову резко отличается от отношения русских, потому полководец успел побывать в Польше и принять участие в подавлении одного из польских восстаний. И особым милосердием не отличался. Например, вряд ли, когда украинцы и русские придут к общему мнению о личности Мазепы, личностях Петра, Екатерины Второй, когда речь идет о крупных исторических деятелях народов, отношения между которыми были сложные, людям крайне тяжело установить единодушие. Я, например, мягко говоря, не воспринимаю этого бандеры героя, но от меня этого и не требуют. Я уже говорил, что на Майдане сгладились эти противоречия. Все на время закалили глаза, а мы на портрет бандеры, они на незнание государственного языка. Все равны, все братья. Теперь самое сложное – все это сохранить. Разговор об Антимайдане продолжим в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин